О главных новостях уходящего дня прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Поля в крае засеяны, а дождей все нет. Скажется ли засуха на урожае? Препятствий было много, но зданию быть. В Боровихе строят долгожданную школу, когда сдадут объект. Сезон еще не открыт, но в воду лезут. Как барнаульцы спасаются от жары и все ли методы разрешены? Начнем. В Алтайском крае планируют готовить квалифицированные кадры для аграрного сектора. Об этом договорились представители края с руководством Минского тракторного завода в рамках проведения выставки «Белагра-23». Во встрече приняли участие зампредседатель правительства края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства Сергей Межин. С белорусской стороны – директор Минского тракторного завода Виталий Вовк. Обсудили открытие в нашем регионе дилерского центра минского предприятия. А чтобы было кому работать на технике нового поколения, решили обучать кадры. Учебный класс с такой техникой предлагается создать на базе Алтайского аграрного университета. Предложение еще будет обсуждаться. Но руководитель Минского тракторного его уже поддержал, отметив, что Алтайский край – это и житница, и промышленный край – один из его любимых регионов. И к другим темам. Посевная кампания в Алтайском крае близится к завершению. 85% площадей уже засеяно, аграрии трудятся и ждут милости Поднебесной канцелярии. Отсутствие осадков второй год подряд может пагубно сказаться на урожае. Непростая ситуация складывается в степных районах. В алтайских полях побывали мои коллеги. Вот видите, температура выше 30, лист начинает скручиваться в трубочку. О чем это говорит, что в почве, в метровом слое нет запаса влаги. А зима пшеница, флагман крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия Иванова, занимает около 20% от всех площадей. Но уже второй год подряд урожайность культуры низкая. Урон наносит не вредитель, а продолжительная засуха. 40 дней нет осадков. Изначально урожай оценился в 60 центнеров, сегодня он уже упал до 40. Я думаю, если еще неделя такой погоды, то урожай будет уже 30 центнеров. По прошлому году мы получили чуть более 130 миллионов тонн в продукцию сельского хозяйства, поростеневодства. Несколько лет назад мы впервые получили чуть больше 100. Как бы это был рекорд района и наших сельхозтоваропроизводителей. То теперь это уже как бы норма, мы не считаем это рекордом. Вот это обыденная жизнь. Поэтому рассчитываю, что хотя бы по уровню прошлого года, даст Бог, получится. Посевная компания выходит на финишную прямую. В Крае уже закончили работу с кукурузой, сахарной свеклой, подсолнечником. Отдельное хозяйство, в частности КФХ Иванова, сейчас досеивают гречиху. По заявлениям властей, проблем с семенами у фермеров Края в этом году не было. Тем не менее, каждое хозяйство решает свои задачи. Одна из важных – обновлять сельхозтехнику. Сегодня мы нуждаемся в шести новых комбайнах. Работаем часть комбайнового парка, у нас уже как бы старые, да, скажем так. Купить более-менее хороший комбайн, который сегодня стоит больше 30 миллионов рублей, даже отечественного производства. Если пересчитать в продукцию ту же самую пшеницу, то нужно продать более 3000 тонн пшеницы, чтобы купить единственный комбайн. Помощь аграриям оказывает государство. Так, по словам министра сельского хозяйства Края Сергея Межина, на модернизацию отрасли направлено почти 2 миллиарда рублей. Это только на покупку машинного оборудования. А за последние пять лет аграрная сфера получила 60 миллиардов на приобретение машин и оборудования. В четыре раза вырос размер зерновых субсидий. Все это должно помочь перевооружению. Но сельхозпроизводители привыкли рассчитывать на свои силы, а сейчас с этим сложнее. Продать продукцию не проблема. Проблема продать по выгодной цене. В Калманском районе объясняют. За килограмм пшеницы сейчас предлагают 10,5 рублей. Это себестоимость. Наша, так сказать, царица культуры – это пшеница. Ее, так сказать, незаслуженно опустили по ценам. Опустили. Ну, связано, конечно, с реализацией на внешний рынок. Внутри нам столько его не надо. Значит, надо думать о том, чтобы как-то... Или может уменьшить площадя, или, может быть, наладить сбыт в другие каналы, найти другие места где-то, другие страны. Поиском новых рынков сбыта сейчас занимаются власти. В перспективе продавать нашу продукцию могут в Азию. Но в такой специфический рынок еще нужно зайти. А пока некоторые аграрии нашли выход. Снижают себестоимость благодаря современной технологии, когда почву обрабатывают без вспашки. Это требует меньше затрат сотрудников и техники. А в затяжную засуху сохраняет в почве остатки влаги. Правда, используют эту технологию не больше 5% алтайских фермеров. Виктор Томенко рассказал, в какой сфере Алтайский край может стать лучшим регионом в стране. Речь идет о сельхозмашиностроении. Недавно губернатор края вернулся из рабочей поездки в Благовещенский район. Почему именно там возлагают надежды на то, что наш край окажется в лидерах по производству техники и оборудования, расскажем далее. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Очень приятно видеть вас на нашей земле. Гордость села Ленький – завод по производству сельхозтехники. Сегодня здесь выпускают порядка 100 видов техники. Ее закупает более 40 регионов России. Также поставки идут и за границу – в Казахстан и в Монголию. У нас определенный запас техники на площадке всегда есть. То есть мы с колес и по предоплате, как зарубежные поставщики, вначале деньги получат, потом ее три месяца производят. Мы сегодня получили, если надо, сегодня же отгрузили. Поэтому техника здесь надолго не задерживается. У нас произведено где-то на дней 40. Вот это все уедет. Уйдет. В течение 40 дней уедет. Такие показатели были не всегда. Почти 20 лет назад завод оказался на грани банкротства. Чтобы выжить, пришлось искать новые возможности для развития. Например, вместо отдельных запчастей здесь стали выпускать полноценные машины. В итоге сегодня на заводе уже серьезное конструкторское бюро. 12 зарегистрированных патентов. Пассивная сейчас у нас заканчивается. В июле в европейской части уже зимы начинают сеять. То есть сезон, выйдя на всероссийский рынок, вы получили всесезонность работы. Ну, конечно, да. Что еще важно для любого производства – надежные руки. Многие сотрудники завода работают здесь годами. Она мастер. У нее в подчинении 70 мужиков. Работаете давно на заводе? Да, 17 лет будет. 17 лет? Ага. Также на предприятии всегда ждут молодежь. То, что спрос хороший, это говорит о том, что есть возможность еще расти. Но нужны люди. С Алтайским государственным техническим университетом мы разговоры ведем о воссоздании инженерной школы алтайской. Ну и о подготовке кадров целевым образом. Надо здесь их удерживать. За последние пару лет холдинг, в который входит завод, получил более 200 миллионов рублей субсидий, благодаря поддержке правительства региона. И, кстати, часть средств пошла на расширение производства. Через пять лет по количеству рабочих мест предприятие вырастет почти в два раза. Ну, мы встречаемся на дне семейства. Ирина Корчагина. День с толком. К осени 23-го года образ новой школы в Боровихе будет уже полностью прорисован. Иными словами, здесь завершится кирпичная кладка. А к зиме на здании появится крыша. Сдать школу планируется летом 24-го года. А ввести в эксплуатацию к первому сентября. Все ли идет по плану и с какими сложностями сталкивается подрядчик и кто контролирует ход работ, расскажем далее. Новая школа будет на 550 мест. Ее будущим ученикам смогут позавидовать ребята любого крупного города. Два спортивных зала, актовый на 300 мест, современный пищеблок и столовая на 275 человек. Такое она будет. А пока стройка, которая стартовала 9 месяцев назад. Препятствий было много. Казалось, они никогда не кончатся. Но благодаря взаимодействию губернатора, Министерства строительства и ЖКХ и депутата Госдумы Александра Прокопьева все документы были согласованы и школы включили в краевую адресную программу. Сегодня очередная встреча на стройплощадке. У нас тот исходник, который был, то есть там, грубо говоря, вот вся простыня, которая расписана по работам, которые должны быть выполнены, они получаются в сроках сейчас. Но мы сейчас нагоняем подрядчикам. Вот мы зимой немного отстали по бетонным работам по устройству нулевого цикла. Сейчас наверстаем. Почему речь идет о продлении срока? Это, скажем так, планово, зазор этот делаем на всякий случай. Потому что на сегодняшний день с логистикой все равно есть проблемы. Ну есть, я согласен. Вы хорошо это знаете. Представители Минстроя, Минобра, Единогостройзаказчика, руководство Первомайского района все сегодня здесь. Обходят здание строящейся школы. Площадь большая, более 11,5 тысяч квадратных метров. Раздевалки, мальчики, девочки. Два спортзала. А, вот этот спортзал, да? Да, это хорошо. Подрядчик и заказчик делятся. Стройка идет по плану. Сложности, если и возникают, связаны с поставкой оборудования. К примеру, санфаянсы, керамика из Восточной Европы. Поставка шла через Турцию. Сложности были и с приобретением линолеума. Очевидно, что в связи с санкциями на поиск, приобретение, в том числе доставку, уйдет чуть больше времени. Поэтому сегодня на встрече мы обсуждали то, что необходимо предпринять для того, чтобы эта школа была сдана в срок. Когда готовили проект школы, материалы планировали закупать одни, позже пришлось менять их на другие. Сроки ожидания затягивались от трех недель до двух-трех месяцев. Большая часть оборудования теперь, скорее всего, будет российского производства. Единый стройзаказчик планирует как лучше приобретать технику и мебель для школы. Задержки будут, но я думаю, что мы все эти вопросы решим. Производители меняются, подстраиваются. Тот же параллельный импорт отчасти где-то работает в случае необходимости. Поэтому я думаю, что мы это все реализуем. Единственное, что пораньше начнем, дабы учитывать сроки задержки по поставкам. Мы с следующего года будем проводить конкурсные процедуры, чтобы мы к апрелю месяцу уже могли здесь завозить мебель. Заказчик рассчитывает, что к июлю 2024 года все работы будут завершены. Школа оперативно пройдет аккредитацию и лицензирование. Процесс обычно занимает пару месяцев, но прецеденты были. Разрешительные документы для школы в заводском Троицкого района удалось получить значительно быстрее. Достаточно сложная процедура, то есть согласование различных ведомств. Но мы стараемся оптимизировать эти сроки, учитывая то, что объект социально значим, что это школа. Соответственно, в рамках поставленных сроков и задач мы пытаемся это решить. До завершения строительства школы чуть больше года. Первый этаж здания и подвал уже на стадии штукатурных работ. Скоро завезут окна. Зимой 23-го будут проводиться отделочные работы внутри всего помещения. План таков. И все, кто причастен к стройке, намерены не просто следовать срокам, но и сделать все, чтобы 1 сентября 24-го года в школе Боровихи начались занятия. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. 155 тысяч жителей Алтайского окрая проголосовали за парки и скверы для благоустройства в 24-м году. Неравнодушные определили 55 объектов, работы в которых пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Лидеры голосования по Барнаулу – бывший парк имени Ленина и «Юбилейный». В Новоалтайске большинство выбрали сквер «Лес Победы». Пешеходная зона также обновится в Олейске на улице Первомайская. В Бийске займутся парком «Победы» и сквером «Молодежный». В Рубцовске наведут порядок на площади имени 21-го гвардейского стрелкового полка. Жители городов голосовали активнее всего. Из 155 тысяч, сделавших свой выбор, 125 тысяч – именно горожане. Но неравнодушие проявили и сельчане. Так в Бурлинском сельсовете решили обновить центральный парк. А в Степноозерском – сквер семьи. Благоустройство пройдет в 42-х населенных пунктах края. Из-за аномальной жары в эти дни к медикам обратилось 20 человек, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края. От пекла пострадали как взрослые, так и дети. Некоторых пациентов даже пришлось госпитализировать. На улице плюс 35, дальше больше. Синоптики ожидают повышения градуса до 41. Барнаульцы плавятся от жары и ищут место, где охладиться. Кто-то предпочитает плавать на пляже, а кто-то готов занырнуть и в пруд в парке. Как отдыхают жители краевой столицы, узнавала Юлия Щепина. В Сибири очень короткое лето. Вот когда жаркое солнце, надо начать сезон. Пусть это будет март, апрель, май, июнь – не важно. Надо ловить момент. На городском пляже Барнаула даже в будний день достаточно отдыхающих. Ловят солнце, окунаются в воду, заверяют. О безопасности думают. Мы просто в воду не заходим, то есть вот на берегу только. Они знают, что нельзя, но я смотрю за ними. Я стараюсь не заплывать далеко, ну и чтобы люди рядом были. Буйки на расстоянии 30 метров от берега. И пока это главное предостережение для всех желающих купаться. Заплывать за них небезопасно. В такое пекло мало кто вспомнит, что официально купальный сезон еще не открыт. Поэтому спасателей еще нет. Жизнь отдыхающих в руках самих отдыхающих. И рисковать не стоит. Вот все прекрасно. Отдыхать, пляж хорошо, все замечательно. Условия, конечно, бы создавались получше. Ну и желательно бы открывать его немножко пораньше. Потому что сейчас такая жара. Июнь месяц, и ребятишки, и все. Разность температур при вхождении человека в воду может негативно повлиять на организм. Возможны разные исходы этой ситуации. Это самое распространенное. Это судороги. Что реже бывает, остановка сердечной мышцы и так далее. Спасатели предупреждают. На воде нужно быть очень внимательными. Особенно с детьми. Официальное открытие купального сезона будет в эти выходные. Но некоторые предпочитают не ждать. И не все даже едут на берег водоема, а выбирают берег пруда. В парке Изумрудный каждый день массовый детский заплыв. Однако водоем для этого не предназначен. У нас охрана работает. Есть договор с ЧОПом о том, чтобы еще дополнительно охранять вот эту территорию. Но, к сожалению, остановить полностью купание не получается. Потому что стоит только уйти охраннику, либо представить администрацию парка, дети опять запрыгивают. И, к сожалению, они сами, ни их родители, что самое важное, не понимают, насколько это опасно. Глубина пруда полтора метра. Немного, но и они могут стать роковыми. Кстати, все сопровождающие детей от комментариев отказались, но добавили. Купаться больше негде. А большинство детворы в воде без разрешения родителей. Ну, купаться вот тут вообще не разрешают. А так везде можно. А ты понимаешь, что здесь опасно купаться? Здесь не спасатели, никого нету. Мало ли что может случиться. Ну, как и по мне, я умею купаться. Я в 6 лет занимался плаванием. Я не могу утонуть. А вот для других, то возможно, опасно. Тут маленькие дети каждый день купаются. С родителями, без родителей. Я не понимаю, как родители отпускают детей без родителей. Маленьких еще. Именно здесь, да, разрешают. Если на речке, как говорится, на оби, то нет. Здесь не очень глубоко, если рядом с берегом. И еще я это аргументирую тем, что я не буду заплывать на очередину и еще дальше. Смотря, как они прыгают, сальто прыгают. Я беспокоюсь, как бы какой-нибудь жюбернок не травмировался. Да, да. И, ну, потом будет аналогичная проблема, как было зимой с горками. То есть родители потом начинают обращаться на администрацию в суд, потому что ребятишки получают травму. Вода стоячая. Там и микробы, и грязь, и чего только нет. А потом будут жаловаться, ах, моя диточка заболела, ах, диточка болеет. Вот закройте этот парк, закройте этот пруд. Ну, это ненормально. Когда видите вот такое действие, не пробовали сами как-то воздействовать? Бесполезно. Пробовала, мне послали. Я не пошла. Пруд открыли только в этом году. И, возможно, не все ознакомились с правилами парка, предполагает директор Владислав Бакаев. Однако штрафовать нарушителей никто, кроме сотрудников полиции, не может. Буду благодарен и общественному резонансу, и вмешательству правоохранительных органов, для того, чтобы все-таки пресечь эту ситуацию. Потому что мне очень бы хотелось, чтобы случилась беда. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Где полакомиться идеальным салатом? Это выясняли эксперты нового проекта сибирской медиагруппы «Честная дегустация». Дегустаторам предложили оценить классический «Цезарь» из популярных ресторанов нашего города. Рассказываем, как проходили поиски самого вкусного салата и что входит в состав идеального блюда. Пробуем Барнаул на вкус. Это первая встреча участников «Честной дегустации». Открывает ее салат «Цезарь». Организаторы проекта, как обычные посетители, закупили несколько вариантов такого блюда в ресторанах и кафе Барнаула. И на суд дегустаторам предоставили пять пронумерованных салатов без брендирования упаковок. Задача – найти самое вкусное и объяснить свой выбор. Участвовать в проекте или влиять на его результаты за деньги нельзя. Проект не составляет рейтинг, а лишь определяет лучших. Ведь у каждого дегустатора свой вкус, а у заведения свой формат. Тестировали блюда популярных заведений исторического центра Барнаула. Это аджика, ель, место пасты, прожарка и центральная. Ценник на «Цезарь» там варьировался от 390 до 470 рублей за порцию. Я бы добавила еще курицы. Это мало. Курицы вообще нет. Она очень мелко порезана, ее мало. Такой салатик мягкий, не хрустит. Глобальных нареканий не было. В каждом образце нашлись свои плюсы и недочеты. В целом участники рекомендовали лучше продумать подачу сухариков. Отметили блюда с салатом «Айсберг» и настоящим правильно натертым пармезаном. В одном образце похвалили наличие перепелиного яйца вместо обычного. В другом раскритиковали слишком чесночный вкус, в каком-то горечь растительного масла. Из плюсов почти все рестораторы положили в блюда томаты черри вместо обычных. Однако фаворит остался один. Мне больше понравился тот, который мы пробовали первый. Потому что здесь такое самое интересное сочетание. В «Цезаре» что для меня важно? Чтобы была курочка вкусная, сочная, не сухая. Очень часто сухая бывает. И хрустящие сухарики. Вот здесь не хватило хруста сухариков, но курочка была божественная. Мне тоже понравился первый вариант. Я другие даже не хочу комментировать. Лишь потому что вот ребятам понравился вот этот под цифрой 4. Я там почувствовала очень сильный запах подсолнечного масла. Первый самый такой вкусный, да. И у него правильный баланс. Ну и яйцо тоже интересное. Ну каким должен быть базовый и каноничный «Цезарь», который угодит посетителю? Важно первое – это гренки, чтобы они были хрустящие. Сочная курица, либо ромен, либо салат айсберг. Яйцо обязательно. Ну и желательно, чтобы оно не было переваренным. Ну и, конечно, томаты, черри. Для эстетики черри, конечно, безусловно. Не помидоры, которые нарезаны. А в следующем сюжете узнаем, где в городе попробовать вкусные сырники и каких новшеств не хватает барнаульским ресторанам. Это новый проект сибирской медиагруппы «Честная дегустация», цель которого – побудить заведение города по-новому взглянуть на свои рецептуры и на конкурентов. Попробуем барнаул на вкус. Мария Мацави, Андрей Печоркин. День с толком. Алтайская команда футболистов-инвалидов сегодня провела первую игру в рамках всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля». Состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья проходят в Нижнем Тагиле. Первый матч против парней из Дагестана закончился нашей победой. Алтайские спортсмены считаются одними из сильнейших в стране. И вот почему. За счет упорных тренировок тренерского состава и вообще коллектива, который у нас собрался и тренируется. За счет пота и крови, так сказать. Почему вам нравится играть в футбол? Ну, это моя жизнь. Я люблю футбол. В 93-м я травму получил в 9 лет. И после этого, как говорится, одно бокс забрал, другое дал. И сейчас я очень люблю, оказался талант у меня в игровых видах спорта. Всего наши спортсмены проведут 4 игры. Соревнования продлятся до конца недели. Пожелаем удачи алтайской команде. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем продуктивной недели и до встречи в эфире. Продолжение следует...